всем огромный привет вы на канале о вязании зовут меня юля сегодня предоставляю вашему внимание небольшое видеоописание по мужскому свитеру регланом сверху все фотографии о том как сидит изделие на моем мужа свитер был связан для него вы увидите начале ролика и возможно в течение ролика я вставлю несколько фотографий зависимости от того сколько мы их еще сделаем фотографии были не сделаем так свитер я вывязала в начале недели сейчас конец недели мы еще нигде не ездили на выходные чтобы можно было сделать фотографии красивая в домашних условиях вы сами понимаете фотографии получаются не совсем качественные да и на улице сфотографировать несмотря на то что сейчас у нас есть нет можно сделать хорошие фотографии даже сегодня светит солнце у нас у меня нет нужен дома он на работе поэтому показать как и что пока невозможно поэтому буду ждать когда я сделаю фотографии и естественно выйдет это видеоописание конечно вы об этом уже узнаете когда она выйдет все так отвлеклась немножечко сразу говорю для вязания этого свитера я использовала стопроцентный мерезнос итальянские бобины то лигно по моему если не ошибаюсь название я где-нибудь в видеоролике подпишу обязательно смотрите я читала когда покупала этот мин иринос читала отзывы о нем пряжи пряжи и люди были довольны очень я рада что купила его тоже и что пряжи я довольна несмотря ни на какие нюансы нас мужской свитер размера lxl где-то вот примерно в таком размере у меня муж ушло ровно 470 грамм в общем размером его мужа вы увидите на фотографиях поэтому можете сами судить 470 грамм пряжи ушло для вязания использовала спицы номер три с половиной и четыре спицы книг про нет про базе x у меня были резинка вывязана которую я вязала на горловину рукава и вниз я не буду двигать свитер показывать я немножко попозже постараюсь потому что если сейчас все сдвину я боюсь что нарушится конструкция кадра и не будет видно четкости которые буду показывать процессе которую которую нужно вам показать относительно этого видео описание и так само тело вывязаны спицами номер четыре книг про новом это если важно кому-то какие-то спицы потому что есть девочки которые говорят что спицы тоже играют роль но номера спиц от производителя играет роль скажите правда или нет мне тоже будет интересно послушать итак горловинка вывязана резинкой 3 на 1 на нее я набирала 90 петель и я вязала 1 1 горловину без всяких прибавочек . моя убегает резиночка в процессе вязания было не очень конечно сначала но я стирала образец и я знала что резинка очень довольно хорошо преображает высота резинки 6 сантиметров мой муж сказал что можно было даже уже потом немного больше но мы мерили он ровно чуть больше 6 это уже вверху росточек затем после резинки 2 на 1 я провязала 3 ряда лицевой гладью вот это вот вот этот ролик он провязан лицевой гладью после чего по резинке где начинал от начала ряда видите уже потрогала все ничего не видно от начала ряда вот по резинке от начала ряда я она подняла петли и провязала еще то есть тоже 90 петель еще три ряда затем я сомкнулась и те эти петли в единую во единое полотно что и дало вот такой прекрасный рулик если есть вопросы как связать такой вот красивый ролик по типу ложной кетлевки то пишите мы с вами обязательно вместе его и свяжем только на светлой пряжи именно по этой причине я не вязал именно по этой причине я не делала по петельный мастер-класс но расскажу дам всю информацию поэтому я надеюсь вам будет она полезна после этого ролика когда я перешла на спицы у меня на спицах осталось 90 петель я распределила их следующим образом сейчас распределила следующим образом потом о плотности немножко попозже поговорим 90 петель отвела по 3 петли на каждую регланную линию она у меня довольно таки верну обратно блокнот видно потом лучше видите она такая довольно таки широкая но мне хоть почему хотелось 3 петли потому что на одной петле бывает не очень хорошо можно спрятать вот эти вот промежуточные дырочки конечно если изделие будет сидеть впритык и сильно растягиваться на обладатели то дырочки тоже можно увидеть но так в принципе их не видно на нем нам уже сидит дырочек никаких мы не видим дальше 3 петли я отвела на регланную линию затем соответственно от 90 петель имеющих мы отнимаем 3 умноженное на 4 4 у нас регланной линии на 12 это 3 на 4 это будет 12 90 минус 12 петель и у нас остается с вами семьдесят восемь петель которым нужно разделить на три равные части одна часть это уходит на перед вторая часть на спинку и третья часть на рукава наперед я выделила 26 петель наперед всегда и даю большее количество петель нежели на спинку и на рукава и на рукава я даже уменьшает то есть везде у меня было по 26 петель если мы берем математику 78 но вы видите что 26 петель я разделила на вперед да как видите 78 на 3 у нас по 26 петель везде наперед 26 на спинку 26 и на рукава по 13 рукава мы естественно два рукава должно быть мы делим 26 на пополам и выйдет по 13 и для того чтобы уменьшить ширину рукава и не сделать огромный широкий рукав я убрала по одной петле которую добавила наперед затем я добавила соответственно уже здесь 28 петель в передней части изделия и точно так же я уменьшила спинку несмотря на то что в ростке я буду делать прибавок больше но я посчитала что в моем случае будет такой вариант более подходящим хотя разворота было даже 5 но я убрала только 2 2 петли то есть 5 прибавок могут но я решила 2 и потому что у мужа спина довольно широкая и я думаю на грудную клетку будет этого варианта вполне достаточно 30 петель у меня получилось распределяем я после того как вывязала вот эту воду часть я начала распределять петли я не прибавляла не добавляла нигде ничего я сразу же распределяла петли то есть у меня начало вязание начинается вот здесь это регланная линия которая идет на спине вот она это регланная линия у меня было началом вязание я так все время привыкла мне так учили и на этом я так и делаю регланная линия то есть я здесь поставила маркер вначале рядом вот видно поставила начале ряда маркер провязала 3 лицевые петли поставила маркер провязала 24 лицевые петли поставила маркер провязала 3 лицевые петли поставила маркер провязала 12 лицевых петель тоже поставила маркер провязала 3 лицевых петли поставила маркер провязала 30 лицевых петель поставила маркер провязала 3 лицевых петли поставила маркер и снова провязала 12 лицевых петель девочки можете вот то что я сейчас говорила поставить на паузу перемотать и заново вместе со мной проставить маркеры как можно если у вас регланная линия будет уже там одна петля то обязательно учитывать этот факт как я для себя это делаю как для себя я делаю обязательно я выделяю регланные линии и здесь и здесь регланные линии обязательном порядке выделять регланные линии выделяются в обязательном порядке и уж дальше мы вяжем делаем прибавки в каждом втором ряду возможно кто-то скажет что неправильно в каждом втором ряду прибавки делать нужно немножко по-другому но я делаю с обеих сторон и в каждом втором ряду и все пока идеально садится и на мне и вот как видите на мужа и на моем сыне и также на моих племянницах и так высота длина регланной линии у меня 30 сантиметров это длина регланной линии я не знаю возможно существуют какие-то формулы я не знаю их высчитывать какой потому что у меня регланная линия 20 сантиметров у мужа получилось 30 сантиметров как вы видите не могу сказать скорее всего возможно какие-то и формулы есть но так как я просто четко меряло по изделию вы тоже можете если не брать формулы если у вас есть удобное удачное изделие вашего мужа я бы просто советовала взять его и обязательно прикладывать вот до подмышек как как будет идеально сидеть то есть вот четкость по этому свитеру который у меня там уже я брала он не реглан это обычный свитер с шивными рукавами магазинного производства как говорится по нему я мерила там идеально садится поэтому почему бы и нет причем этот свитер более в обтяжку идет а тот немного свободнее но именно в вопросе регланной линии и считаю что она должна быть легкая чтобы не мешала не поджимала нигде поэтому для своего мужа я вывязала 30 сантиметров в вашем же случае может быть другая высота регланной линии затем я разделила изделие на рукава и спинку с передом я слушала какое-то из видео и где советуется чтобы спинка и перед были одинаковыми нигде не ошибиться то обязательно нужно выделять маркер маркерами где спин где и вперед и где зад изделие я же посмотрим у лены казаченко у нее есть свой канал что она вот делает вот такой вот изнаночную одну петлю вот она видите 1 изнаночная петля а потом смотрела видео ольги кондратьева и к тогда она назвала что это ложный шов называется вот одна петля называется изнаночная в лицевой глади ложным швом но смотрите как смотрится шикарно как будто так и положено до что это вот такое вот сшитое изделие относительно подрезов не знаю я я подрезы делаю процессе вязания просто когда разделила на тело и рукава и когда перехожу на вязание рукавов то я поднимаю петли из тела которые разделены да у меня была провязана часть я поднимаю эти петли из тела у меня получается вот тоже количество петель которое нужно на подрезы добавлять все получается идеально хорошо всегда рукав я тоже вязала с этим ложным швом и по нему я делала у бабочки немножко видно конечно что были делались в бабки но не настолько критично то есть видно что в ходе да вот нить в у бабочки делала я да сейчас вам скажу чтобы было да вот до этого момента я делала бабки в каждом седьмом ряду на высоту 29 сантиметров затем до резинки я чередовала каждый пятый и седьмой ряд вообще общая длина рукава от подмышек до с резиночкой у меня 58 сантиметров 58 сантиметров резинку как делала я резинка это появилась так спонтанненько могу сразу сказать смотрите мне нужно было довольно сильно сузить рукав потому что мужа рука здесь запястье узкое и нужно было довольно сильно хотел чтобы она четко сидела по рукаву я попробовала сначала видите резинкой своей любимой 3 на 1 как на горловинке но она не свой взяла рукав как видите совсем буквально чуть-чуть и то и полу благодаря этой резиночке она ушла поэтому буквально 5 рядов провязана резинка 3 на 1 затем где было 2 лицевые я их перевела на одну лицевую и провязала еще 20 рядов резинкой 11 длина изделия туловища от подмышек до резинки сейчас я вам скажу и потом скажу сколько у меня резиночки от подмышек до резинки у меня 42 сантиметра ну как ни крути не хочется в кадр не на сети 42 сама резинка у меня 5 сантиметров четко моя плотность вязания 25 петель в 10 сантиметрах это 2,5 петли в одном сантиметре и в рядах в 10 сантиметрах 32 и до соответственно в одном ряде 3,2 вот такое получилось шикарное для моего мужа изделие я осталась очень довольна результатом теперь я делюсь этим результатом с вами если у вас есть какие-то вопросы если вам нужна помощь в расчете обязательно пишите можете написать мне здесь в комментариях можете написать в инстаграме либо вконтакте либо фейсбуке в любом одной из любой из удобных для вас социальных сетей потому что я прекрасно понимаю что как не каждый новичок сможет разобраться в таком видео описание многие девочки хотят по петельное вязание ну честно сказать у меня муж не носит светлое изделие ну то ли то ли белый то ли черный но честно говоря белый мериносовый свитер я не вижу потому что в нем очень сильно заметна рядность я этого не сильно понимаю и люблю возможно когда-то я мы созреем на более светлое изделие но пока у меня муж останавливается на темных цветах любит на этом прощаюсь всех было рада видеть спасибо за поддержку за лайки ваши если вы досмотрели до конца то обязательно поставьте лайк не забывайте подписываться на канал я обещаю здесь будет очень много нового и интересного для вас очень много интересного для вас нового ну возможно что-то для кого-то будет новое для кого-то скажет старое давно не забытая всем удачных проектов люблю вас целую и желаю вам побольше времени на свои личные хобби спасибо за просмотр!